слышно все поехали добрый день добрый вечер итак меня зовут нина лопатина и сегодня я расскажу вам про свою работу над общественными интерьерами я начну с того что ну с цели нашего выступления сегодняшнего этого вебинара для чего мы его проводим и о чем будем говорить напишите пожалуйста в чат двоечку кто из вас строит работает над общественными интерьерами у кого есть опыт работы над общественными это офисы это ну даже там кафе магазины шоу-румы кто из вас вот это делал раньше мне просто нужно понять сколько нас человек практикующих и работающих в этой сфере у нас поскольку на носу ближайшие выходные будут конференция посвящена офисным интерьером до работе над ними то для меня эта тема очень актуальна и сейчас расскажу почему и мне интересно разобраться в ней насколько вообще что нам для этого нужно так я вижу что немного двоечек либо все пока еще ленивую после работы сегодня устали либо действительно до среди нас всего два человека у кого есть такой опыт а теперь поставьте пожалуйста она вот 3 потянулся поставьте пожалуйста 4 те кто хотел бы кому интересно кто еще не пробовал но хотел бы проектировать общественные интерьеры да то есть если к вам будут обращаться клиенты которые хотят допустим магазин шоу-рум офис что-то вот такое кафе так таких уже побольше вот отлично я вам сегодня расскажу о своем пути да как я к этому пришла и о том что в принципе нужно до тех возможностей которые у нас с вами есть как нам этому научиться из чего начать и вообще нужно ли давайте сначала разберемся с таким вопросом первое я хотел бы рассказать сначала расскажу о том как я пришла в общественный интерьер и как начала ими заниматься потом я расскажу о том за что я их люблю потом мы постараемся подключить а ну если получится там получилось вот и расскажем вам на примере конкретного кейса до который сейчас опытный специалист по жилью приходит на общественные интерьеры тоже как начинать взаимодействовать и мы расскажем именно на примере этого кейса как это происходит итак начнем с меня я расскажу как я начала делать я начала работать с офисов ко мне обратилась моя коллега которая являлась штатным сотрудником компании которая строила офисе вот она был архитектор внутреннем архитектурном отделе работала и в таких компаниях которые строят офисы или какие-то общественные заведения очень часто бывают внутренний архитектурный отдел дизайнерский архитектурный проектный отдел вот но не все задачи удобно решать внутренним отделом точно так же как сейчас у меня есть веб-бюро из там пяти семи человеку так носим человек у нас до штатных сотрудников которые работают над текущими проектами но у нас также есть и внештатные сотрудники и вот очень частый путь то с чего я как раз начинала я как раз была таким внештатным сотрудником для компании компания занималась офисами и меня пригласили сказать что у нас есть объект он достаточно большой по площади ну так сказали 15 тысяч квадратных метров я такая ну я виду не подавал мне есть такое качество что я с удовольствием берусь за новое да и вот мы напишите поставьте единичку кто из вас если к вам приходят клиенты просят сделать то что вы раньше не делали кто же вас скажет да не вопрос конечно сделаем поставьте единичку кто поддерживает такую идею там естественно многих людей которые но не очень готовы так ввязываться да и хотят сначала подстелить соломку и сначала изучить вопрос глубже вот такие есть да отлично вот я такая же с вами вот поэтому когда мне сказали там 15 тысяч квадратных метров и сколько вам потребуется на это время я такая но могут первый там объем не там показали что первые вот зоны какие-то такие ты как ну а мир выпустить ну где-то ну наверное неделю у меня уйдет вот я так запасиком взяла еще вот на что мы уже который со мной общался сделал такие глаза он вообще немножко обалдел вот я тут же поняла что я сейчас что-то не то сказала потому что это очень был короткий срок для выпуска такой документации вот и следующий был epic fail то что оказалось что нужно работать в автокаде а на тот момент я в автокаде не работала вообще от слова совсем то есть ни одного проекта ни одного чертежа кроме там колледже архитектурном какие-то учебные там занятия которые я тоже там знаете как-то но не очень прорабатывала то есть я до этого работал только в архикаде только с жильем и мне говорят ну естественно мы все выпускаем автокаде я так хорошо то есть мне пришлось просто за неделю но мне тогда была свободная загрузка слава богу мне было время и я взяла мне пришлось начать с того что просто изучила автокад вот конечно архитектурное образование мне помогло до проектирование то есть я знал хотя бы какую-то в целом эргономику какие-то законы там ширину проходов там имела вообще какое-то представление но конечно это было просто невероятно сложно я это сделала и дальше этот объект я довела до конца я выдел конечно неделю но за первую неделю да я сдала вот этот тот первый объем который был необходим для запуска стройки и какие существуют особенности да у таких объектов это всегда кратчайшие сроки которые определяются там либо арендными каникулами да потому что каждый бизнесмен он платит за аренду вы это понимаете вот это строгость в соблюдении норм это необходимо да потому что придет потом пожарный инспектор сам ведем станции там какие-то еще бы ты и там согласование которые ваш клиент арендатор обязана отчитаться перед собственником здания да то есть по договору они обязаны предоставить там пакет документации ну и так далее то есть нюансов здесь оказалось очень очень много я начала эти нюансы все изучать на практике у меня была компания из под штампа который я выставляла но выпускала эту документацию и это мне очень облегчило жизнь потому что когда есть за вами компания когда вас есть у кого спросить это очень важно и первое что я рекомендую на этапе если вы решили делать общественные объекты это найдите себе каких-то наставников помощников то есть людей которым вы можете приставать с глупыми и умными вопросами потому что вопросов будет очень много и для вас в какой-то момент такой человек может оказаться решающим да когда он дает вам возможность все у него уточнить вопросов будет очень много по сравнению с жильем вот и так началась моя работа над офисами да и дальше когда следующий ко мне уже обращались клиенты до этого я говорила что я офисами делаю но как так не было таких знаете ну интересно в предложении не было наверное вот мне почему-то казалось что это так скучновато вот а потом я втянулась я два с половиной года практически занималась только этими офисами я не могу заниматься только чем-то одним я для себя решила да что моя компания но мы с партнером делаем разные объекты и мы решили что это и жилые и общественные но я вам честно скажу что в последнее время мы получаем больше радости и больше какой-то отдачи и больше денег больше эффективности от объектов общественных то есть мы приходим к тому что мы готовы хоть полностью свою компанию перепрофилировать если нас будет постоянный поток вот мы пока просто поток или живых проектов не прекращается поэтому тоже есть своя радость поставьте двойку в чат кто не готов отказаться от своих жилых проектов а то есть вот вы понимаете что да вы их любите что вы вкладываете душу в эти в работу с семьями с людьми не до что вот вы понимаете что вы будет но хотели бы на данный момент заниматься этим и дальше вот у меня тоже это есть то есть я получаю радость от того что я занимаюсь и общественными да и там иду офис делать до согласовываю вовсе компании там с разными людьми общаюсь как-то это все быстро и эффективно происходит но и все-таки мне хочется оставить вот этих людей которым я помогаю с жильем с домами с квартирами когда мы создаем такую вот внутреннюю атмосферу это здорово тоже и очень важно переключаться да потому что у нас работа такая она иногда выматывает и когда есть возможность просто хотя бы вы занимались одним потом раз переключились на другое и уже как-то легче становится вот это тоже огромный для меня стимул заниматься общественными объектами вот и дальше пошло-поехало ну собственно дальше по сарафану я начала брать такие проекты ко мне стали обращаться именно компании которые которым нужен не штатный архитектор вот и потом стали уже приходить компании напрямую которым нужен просто проект и мы стали уже полноценно брать на себя функции подрядчика по разделу аэр карьер там и так далее уже без какой-либо компании чужого штампа вот но сначала нужно было то есть тут есть два пути до либо вы работаете с компаниями ну как бы из-под чего-то штампа да и вы как суд подрядчик выступать у вас меньше ответственности больше возможности обучаться это первый вариант и второй вариант просто начать с небольших объектов то есть вы можете взять небольшой какой-нибудь магазин шоурум да там офис маленький простой допустим даст какой-то там незатейливой мебелью с просто функциональным зонированием и каким-то оформлением основной какой-то зоны и вам будет проще на этих маленьких объектах понять специфику вот единственный момент что первый вариант он лучше с точки зрения того что вы сразу с крупными компаниями работать вы можете в своем портфолио написать да что вот мы работали с такими такими-то компаниями и во первых это во вторых вот я буду выступать на конференции в субботу будет мое выступление там практически 1 до 10 30 утра как раз о работе с крупными компаниями то есть я могу об этом расскажу потому что есть ними достаточно много работала и здесь если вы будете начинать с маленьких до компаний то специфику больших вам нужно будет осваивать как-то ну еще каким-то образом вот если вы сейчас видите мой экран вот я вам показываю наши проекты это наш сайт opendoor studio точка ру я сразу скажу мне два сайта наш компанию показывайте свой экран до покажу у наш компании два сайта один сайт для жилья другой для общественных и конечно когда он не запрашивают портфолио я конечно отправляю отдельно тот сайт который нужен вот я вам хотел показать эту страничку это компании которые доверили нам свои офисы вот то есть это достаточно серьезные уже бренды и имея их у себя в портфолио мы можем спокойно выходить на любой уровень проектов да и демонстрировать но уверенно себя позиционирует потому что вот эти бренды они очень очень влияют на наших клиентов они видят что мы работаем серьезными компаниями и доверяют нам гораздо больше вот да вот елена пишет очень правильный момент что жилыми психологически тяжелее работать у меня честно говоря пришел вот этот уже все момент когда все я больше вот могу то есть у меня есть бюро да и мы там работаем с квартирами с домами и я хотела бы этих вопросов касаться точечно и только в той части которая мне интересно да то есть мне не хочется вот решать на глубинном уровне вопросы тумбы под раковину да и так далее то есть вникать какие-то нюансы вникать в доставке каких-то выключателей там или какие-то подбор там не не знаю температуры подсветки там чего-нибудь какой-то кухни то есть вот эти все мелкие технические моменты и тот накал страстей которые в квартире вокруг этих технических моментов происходит да вот напишите поставьте пятерку те кто понимает о чем я говорю да то есть когда мы выбираем каждую малейшую деталь так как будто это просто вот вселенский какой-то выбор который определяет всю нашу жизнь на всю дальнейшую там время вот 5 вот пошли пятерки да потому что все понимают эту историю вот и в какой-то момент это реально уже становится невносимо вот а в офисе все происходит не так там происходит как людей есть арендные каникулы у людей есть бюджет то что у любой компании есть бюджетного если вы пришли и грамотно им объяснили что им нужно да вот если вы работаете с сильной позиции вы можете им объяснить что им нужно не они вам рассказывают а вы приходите как профессионал говорите что вам для эффективной работы компании нужно это это вот для построения для решения ваших задач вот и они вас слушают то все у них есть деньги вообще карты в руки и они будут вам препятствовать они будут выносить вам мозги с каждой там деталью они будут задерживать ваши сроки а потому что у них нет некуда отступать у них есть задача и самое главное что эти люди принимающие решения в офисах они не будут там жить да это их рабочее место это принадлежит компании и они себе как бы свою среду формируют а просто для компании то есть даже если им что-то чуть-чуть там не понравится или что-то будет там не идеально допил или они не сто процентов уверены в вашем решении то они могут это скорее пропустить и согласовать потому что вы профессионал они вам дали задачу просто это даже не для себя делается вот поэтому никакой проблемы в этом будет вот это колоссальный просто плюс общественных проектов он существенно облегчать жизнь и облегчает ну как сказать вот зарабатывание тех денег до которые вот мы то есть цена вопроса она просто совершенно другая мы вкладываемся гораздо легче гораздо меньше вкладываемся эмоционально как правильно заметили психологически как елена и мы получаем гораздо больше отдачи мы получаем благодарность от людей мы получаем от них какие-то но обратную связь то же самое когда я приезжаю в офис и вижу там людей которые работают которые пользуются всеми этими решениями пользуются кухни пьют там кофе на ней которые на ресепшн сидят там шуршат у них все удобно и красиво которые просто смотрят по сторонам и приходят впервые в компанию и вот когда все это видишь то понимаешь что в общественный проект люди будут приходить в огромном количестве а если это какой-то магазин допустим то они будут приходить туда каждый день по 100 человек 50 200 на 300 смотря какой магазин вот и это потрясающе потому что квартиру вы построили один раз и один одна и та же семья будет там находиться дома иногда к ним кто-то придет в гости может быть вас даже опубликует журнале и все это один раз увидят общественный объект это ваше портфолио на виду у сотен людей каждый день вот и это тоже меня очень вдохновляет значит по поводу нашего мероприятия в субботу и воскресенье да у нас будет конференция офис билд там как раз будут раскрываться все эти вопросы вся эта специфика я не буду вам сейчас на ему ссылки в чат да вот я вам сейчас дам ссылку на наш сайт конференции вот и это будет мое выступление и самое главное что там будет выступление потрясающих профессионалов которые занимаются офисами которые занимаются очень крутыми офисами так скажем то есть нам удалось на конференцию пригласить несмотря на летний месяц но людей просто лидеров рынка и у которых я имея за плечами вот этот багаж в виде этих брендов да там нету портфолио который у меня есть я буду просто счастлива не поучиться и умеет стать задача как мне кажется у любого дизайнера да кто туда придет память свое место на рынке то есть увидеть себя и свои перспективы и у нас будет такая мысль подниматься и развиваться и я надеюсь что я найду на неё конкретный ответ вот во второй день у нас будет там после обеда дискуссия с евгением чернышова это буду я участвовать и она тема будет звучать так профильный специалист по коммерческим интерьером против универсального солдата данном случае универсальный солдат это я она профильный специалист потому что она директор по направлении коммерческих интерьеров объем кей project это очень крутой бюро потрясающе моему бюро еще расти расти до юнкей вот но мы обязательно вырастим и у нас с евгением состоится дискуссия открытая до которой можно будет поучаствовать всем присутствующим они смогут задать вопросы вы сможете задать вопрос и мы будем выяснять что же делать дизайнеру который занимается жильем но хочет делать также и общественные объекты а может ли он в полной мере предоставить качественные услуги до на этом рынке как-то конкурировать какие у него есть пути и когда мы сидим не обсуждали наше выступление мы пришли к тому что у нас действительно немножко разное об этом представлении у нее один путь у меня другой и это будет очень интересно вот именно с точки зрения столкновение разных историй да вот и вы сможете увидеть ну результат то есть я работаю в коммерческой недвижимости и они работают у енки да и все остальные спикеры кто будет тоже все работают в сфере коммерческих интерьеров и некоторые из них очень 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 круты и я даже никогда не думал что смогу с ними вот так вот спокойно пообщаться вот поэтому это потрясающая возможность я очень жду это мероприятие и вам тоже советую там быть если вы сегодня здесь так я могу рассказать вам сейчас про свою текущую работу я еще хотела поделиться таким моментом как как уверенность в работе да когда мы приходим после жилья в жилье гораздо проще произвести впечатление клиента да то есть мы пришли мы дать и нам достаточно быть приятным неконфликтным человеком открытым да вот поставьте двоечку в чат кто из вас хорошо умеет производить впечатление на клиентов по жилым интерьером квартиры дома то есть когда вы приходите на первую встречу да и вы внушаетесь доверие вы сразу становитесь тем человеком которого они хотят нанять и хотят доверить ему свой жилой интерьер вот поставьте двоечки сколько мы видим на стране много двоечек все остальные стесняются да здорово елена это вас сильная сторона значит смотрите в жилье это сделать проще я вам сразу скажу потому что произвести впечатление на компанию это еще нужно постараться да вот сейчас подтянутся еще другие двоечки замечательно чтобы прийти к заказчику по общественному интерьеру и заявить о себе нужно хочется сказать в общем во первых нужно самому выглядеть как компания а не как одиночный специалист до который сидит и дома в архикаде там за компьютером что-то чертит то есть компании больше доверяют компании и я знаю множество специалистов которые являлись единицей одним человеком который сам все делает при этом выглядит как компания да есть вот допустим пример прекрасный оль руденко она выступала у нас на конференции по хорике она работает в минске живет и работает и она рассказывала мой вообще в минске и любимое место практически ресторан друзья которые она построила представляете ресторан 4000 метров и ольга сделала это одна то есть она одна его спроектировала она все вычеркнула она делала и и комплектацию и авторский надзор и но просто это невероятно огромная работа и при этом заказчики с большим доверием относились к ее решениям при том что проект несколько раз перекраивался полностью они не сменили дизайнеры то они сменили концепцию просто вот поэтому вот нужно уметь себя так позиционировать чтобы у компании вызывать доверие и как это делать тоже я буду говорить об этом на конференции буду говорить о крупных компаниях да то есть как вот себя так поставить и не у меня в моей практике произошел такой эпизод сейчас вот сейчас я делаю офис для компании пионер это застройщик достаточно крупные известные я работаю сейчас над центральным офисом этой компании я делала их центральный офис уже несколько лет назад я построила четыре этажа этого офиса меня как раз вот так привлекли я там работала там за полгода мы построили две с половиной тысячи квадратных метров это была огромная работа в невероятном стрессе я была еще в положении на тот момент то есть это был такое для меня огромная точка роста вот и я делала это одна на тот момент у меня была компания до того и я ее как раз закрыла я думал сейчас я пойду в декрет ну раньше там я думала что я оставлю кого-то вместо себя работать потом я поняла что так не получится к сожалению и и всех разогнала и осталась одна и вот я работала над этим пионером две с половиной тысячи метров четыре этажа центральный офис компании порядка 15 человек лиц принимающих решения то есть это руководители всех отделов это главные акционеры компании это все их заместители это там административно-хозяйственный отдел службы безопасности айти рекламный маркетинг да там два человека ну и так далее то есть все и чар и секретарь ну вот эту зону ресепшн то есть очень-очень много людей я еще там не перечислил еще тех надзор и руководители проекта очень-очень много людей с которыми нужно все согласовывать и самое главное не допустить сроки потому что там по срокам просто вот точно так же как я была в положении тоже не было возможности отложить эту работу никак потому что я за неделю там до роддома подписывала акт о том что я все закончил вот успела еле-еле и у них тоже не было возможности то есть работа над общественным проектом это практически вот как беременность понимаете то что вот все никуда ты не денешься нельзя нельзя сделать попозже вот тогда когда в жилье это всегда возможно ты объясняешь не давайте мы вас диван еще неделю подождем извините меня там подрядчики вот и я хочу сказать о чем что у меня произошла колоссальная смена ну как сказать колоссальные изменения произошло в моей подаче с тех пор вот я вела там два с половиной года назад и сейчас я веду меня пригласила эта же компания на следующий этаж и мы делаем сейчас не представительский этаж то есть это полностью весь этаж 600 метров которые выделен под двух акционеров и конференц-зал переговорный там для приема крупных делегаций высокопоставленных гостей то есть мы делаем самую презентационную саму представительскую зону всей компании круг это очень ответственно я была в восторге когда меня позвали на эту работу я несмотря на то что работу над основным офисом ввелась достаточно сложном режиме да я еще даже немножко но не то что удивилась но я обрадовалась вот они меня пригласили и сейчас я работаю с ними по стоимость в пять раз выше чем в прошлый раз просто я пришла и на 5 умножила стоимость квадратного метра вот и как бы это прокатило вот потому что на самом деле за это время я поработал над своей подачей вот я работал в союзе дизайнеров и архитекторов я вела проводила выступление я работала именно над тем как я себя позиционирую на рынке работой с компанией плюс за это время я построил еще несколько крупных офисов которые добавили мне в копилку как бы это уверенность вот поэтому это очень важно вот именно в этой работе и на конференции об этом тоже будет немало сказано о том как себя на этом рынке вообще подать потому что я выхожу на конференцию буду выходить на сцену с таким посылом что вы все это сможете на самом деле потому что если я смогла до я делал жилье и какой-то момент это просто произошло вот в положении да там и так далее то есть несмотря на все вот эти моменты до которые происходят и в любом случае сложности будут но вот этот переход он возможен и он дает огромные новые пути открывает перед вами потому что сейчас я я даже вот конференции так знаете вот изначально относилась так что ой сейчас я себе тут конкурентов это буду плодить вот но на самом деле нет мне не жалко делиться информацией точно так же как и остальным спикером я была просто в восторге когда согласились там руководители крупных компаний да вот у нас будет максим геретин генеральный директор компании аврора это огромные просто проектное бюро и крупные компании вот и очень серьезными они объектами тоже работают и будут люди которые просто придут и поделиться у него кстати классная тема это вот профессии дизайнер архитектор секрета успеха просто потрясающе я буду там просто с блокнотом сидеть и не отрываясь слушать вот я к чему потому что если я смогла этот переход совершить до любой из вас в принципе тоже это может самое главное это понять послушать других людей которые там работают составить какой-то план до понимания что вам нужно на что вам нужно будет обратить внимание дальше потом взять объект знаете как вот говорят когда вот вам нужно открыть фирму что у вас должно быть да там кто-то начинает переселять там визитки там сайт сотрудники офисы не знаю там фирменный стиль логотип нет вас должны быть клиенты это самое главное чтобы что-то начать у вас должны быть сразу клиенты это первое с чего стоит начинать потому что без клиентов ваши все это будет простаивать вы будете вкладываться там в рекламу еще во что-то то есть лучше всего начать с того чтобы найти себе эту работу и чтобы ее найти ну тоже на конференции мы об этом будем говорить обязательно да где вообще откуда берутся такие заказы и в принципе как как их вообще отлавливать потому что в общественных интерьерах есть такое понятие тендер да если для это жилья это часто как как говорится эмоциональная покупка да когда человек просто выбирает он допустим следит в инстаграме за девушкой дизайнером а потом ему нужно что-то построить или он сразу там на нее подписался и такой ой как прекрасно какая она классная какая милая какие она красиво делает там интерьеры как она внимательно все подбирает я хочу к ней да там или как она всех там обучает допустим пишет много полезных статей это эмоциональный выбор и он может вообще не выбирать он просто просто не понравился сразу принял решение в общественных все не так тендер да то есть каждый руководитель человек который принимает решение найме он понимает что ему нужно рассмотреть несколько кандидатов провести тендер так сделать сначала техническое задание вот и здесь есть множество секретов как на этапе тендера да как вообще с этим работать как это все проходить что с этим делать ну допустим есть такой момент что техническое задание очень часто заказчик ну затрудняется да сформировать в том виде в котором она нужна для для хорошего результата да для просчета и мы несколько раз для своих клиентов делали техническое задание за них то есть мы брали их техническое задание на этапе тендера когда они выбирают между нами еще несколькими компаниями и говорили ну давайте вот мы ответим на все ваши вопросы по вашему таза и еще добавим своих так добавим информацию такую-то такую-то и мы им сразу как бы это все делали мы им отправляли допустим план который под являться техническим заданием или какие-то еще дополнительные параметры и говорили о том что разошлите их другим участникам тендера чтобы они должны ответить это нормально нам не сложно это сделать но мы получаем преимущество вот и вот такими фишками тоже будем делиться о том как 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 выигрывать да за счет не за счет того что мы крутые и огромные потому что мы не все сразу крутые огромные вот я например пока наш бюро не такое огромное да может быть не слишком крутой по сравнению с тем кто будет у нас еще среди спикеров вот поэтому нам нужно брать другими вещами в том числе да так что еще значит теперь я хотел бы остановиться на кейсе анна елина к сожалению не смогла к нам подключиться по техническим моментам не удалось ей настроить втором ведущим но я хочу все равно рассказать про ее кейс она сейчас делает магазин белья вот вы можете посмотреть анна елина дизайн через низные подчеркивания ее инстаграм она очень большой профессионал по жилым интерьерам она занимается ими очень давно в своем сегменте она очень среди она из тех дизайнеров которые очень внимательно все выбирают очень ведут основательно авторский надзор она ездит подбирает все это в инстаграме постоянно демонстрирует вы можете если к ней зайдете увидеть как она там и плитку подбирает и там радиатор и еще что то то есть у нее все очень очень подробно и она этим делится людям это нравится то есть в жилье у нее но стоит к ней длинная очередь по жилью вот напишите мне единичку у кого из вас есть очередь из клиентов у кого много клиентов больше чем вы можете вот ну то есть не совсем да прям больше чем можете ну вот много да что постоянный поток идет к вам по жилью по квартирам по домам есть такие напишите вот он и поток большой и сейчас к ней стали обращаться также и общественным с общественными проектами сначала она делала какой-то офис один не успела ее расспросить там не была свидетелем этой работы поэтому не знаю вот и какой-то еще проект у нее был Наталья не только по жилью замечательно очень за вас рада смотрите среди нас не так много таких людей да вот и они действительно есть чем поделиться в плане вот жилья а теперь к ней пришел такой проект магазин белья и вы можете также посмотреть у нее в инстаграме она уже выкладывает там по нему какие-то первые картинки фотографии вот она сделала дизайн но столкнулась с огромным количеством трудностей которые на квартире ну а их просто нет да в доме в квартире просто таких проблем не существует вот и мы с ней говорили о том что она именно ну как вообще она с этим справляется мы там обсуждаем да этот проект и там были моменты какие что-то где-то там уровень полой то есть есть какие-то существующие двери в которых нужно учесть там что уровень пола если он там нам нужно его поднять а поднять мы его не можем или нам надо поднимать дверь и так далее то есть всякие вот эти технические моменты связанные с самим помещением да потому что когда у нас есть дом или квартира мы там делаем все что хотим да у нас понятны границы нашей зоны и мы с ними как бы работаем если это арендуемое помещение то там появляются кучи всяких нюансов которые мы можем быть просто не готовы да какие-нибудь ревизии которые там вдруг выяснилось что где-то появились и так далее вот дальше значит следующий момент вот на примере даже этого магазина стойка ресепшн да например она вычертила там придумала ее красиво все замечательно потом нужно реализовывать нужно реализовывать быстро и здесь вот я обычно таких моментах рекламщиков да привлекаю то есть это отдельная тоже история это отдельные технологии отдельные какие-то профили это ну достаточно сложный узел для дизайнера потому что ну не каждый день это делаем да допустим какие-то световые короба там с подсветкой ну в квартирах в домах просто такого нет вот и здесь тоже пришлось решать такую задачу да вот с этими с техническим заданием да и что-то даже приходится решать по месту потому что нужно очень быстро строить по срокам у нас нет времени да там где-то обучаться и что-то предлагать еще другие варианты плюс очень много решений которые заказны а нам нужно тоже сейчас вот тоже такая специфика общественных объектов это вот это наличие пресловутое потому что если на дома можем подождать то на общественные объекты очень часто мы ждать вообще не можем то есть все нужно из наличия и это очень ограничивает вот инстаграм она конечно сейчас напишу надеюсь правильно напишу по-моему так по-моему так попробуйте поискать вот и следующий момент значит смотрите вот мы начинаем проектировать магазин что нам нужно на стадии дизайна на стадии концепции нам нужно учесть правила размещения ну вообще вот ритейлеры да у них есть свои правила как люди должны двигаться по магазину что видно издалека когда человек подходит и принимает решение о том заходит он в магазин или не заходит где будут размещаться там фронт-энд товары да которые нужно там показывать где-то какие-то товары нужно наоборот там распродажу куда-то заднюю часть магазина отнести чтобы людей простимулировать пройти через весь магазин посмотреть все остальное да как вы обычно если обращать внимание что распродажа всегда висит большое объявление то что у нас распродажа на прямо на витрине а сама распродажа находится в глубине да это все то есть в магазине все не случайно в любой момент он обусловлен каким-то специальным вот нюансом вот этим то есть это все деньги точно так же цветовое решение да есть множество там вот зайти у нас изучать психологию цвета да то есть это в общественных пространствах это очень важно влияет на людей либо просто вот должны учитывать не только фирменный стиль этой компании да ее логотип но и влияние этих цветов на людей да чтобы там не раздражало чтобы они были какие-то правильные ассоциации желание зайти желание купить то есть это целая наука вот это вот желание купить да как его вызвать и архитектор дизайнер если он с этой наукой при проектировании никак не соприкасается то он может сделать потрясающе красивый интерьер но он не будет работать вот и здесь вот этот момент очень важен чтобы мы сразу это понимали и имели смелость прийти клиенту и сказать ему об этом что давайте с точки зрения ритейла разложим ваш магазин как вот здесь это 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 как кассовая зона и так далее то есть любые там допустим если можно моделировать разные ситуации если пришел человек в магазин и стоит в очереди например долго и кассир там не справляется допустим что-то долго происходит ладно нужно сделать так чтобы в очереди не скучал нужно ему там поставить какие-то специальные там ну что-то посмотреть какие-то мелкие товары которые он может купить да там или что-то даже мало там зона ожидания какую-то сделать ну зона ожидания это не для кассы конечно да но вот именно возле кассы что-то чтобы у него не было такого ощущения что он стоит в каком-то коридоре возле белой стены и долго ждет вот то есть было за что зацепиться и так далее то есть очень-очень много вот этих нюансов именно по продаже следующий момент это я прям перечисляю вот все то что на примере Анны да как она столкнулась с этим и с чем мы работаем каждый раз вот с общественными помещениями следующий момент что нужно учесть нужно получить технические условия у арендодателя что вообще можно что нельзя делать в этом помещении то есть клиент наш который является арендатором он потом пойдет все это согласовывать потому что скорее всего в его договоре прописано что он берет на себя расходы и ответственность за согласование вот этого всего того что он должен делать и мы заранее должны все это предусмотреть потому что если мы все сделали сделать проект а потом к клиенту приходят и спрашивают а давайте теперь пойдем все это согласуем а он сам может быть не был к этому готов ну как вариант или ну то есть мы можем предположить что если он нанял дизайнера который не не такой вот широкий специалист по общественным интерьерам то может быть он и сам не очень да пока там множество таких клиентов есть которые наши клиенты как раз это я не говорю что это плохие какие-то клиенты это прекрасные наоборот клиенты которые точно так же как и вы начинают эту сферу осваивать да это можно вместе делать очень эффективно а и он потом придет к вам с этим вопросом а вы уже ничего не сможете сделать потому что вы уже все спроектировали и построили вы сможете ему только предложить давайте я вам в проекте перенесу там и вы там скажете что этого нет ну вот так но это уже не профессионально будет да и если вы пойдете сразу за техническими условиями то управляющей компании да которая вам сдает то вы получите тоже огромное преимущество следующий важный очень важный момент да это пожарная безопасность когда мы проектируем квартиру мы вообще об этом не думаем потому что в принципе как бы все но мы не можем там что-то такое построить чтобы нашу квартиру сделать более опасные там если мы только не знаю там ткани там не зависим какие-нибудь светильники с лампой накаливания ну понимаете в квартире этого просто нет эти вопросы вам никто не задаст а где у нас датчик там дыма а где у нас оповещатель и так далее все это просто отсутствует в квартирах и когда мы приходим на общественный объект нам необходимо учесть где пожарный кран ближайший находится подходит ли наши все проходит ли по нормам СП там ширина проходов да и так далее соответствует ли нормам ширина дверных проемов стороны открывания дверей все отделочные материалы на пути эвакуации должны иметь соответствующие сертификаты я вам сейчас очень такие мудные вещи рассказываю но на самом деле вот когда мы начинаем над этим работать мы со всем этим сталкиваемся и мы не можем это игнорировать потому что потом кто будет виноват но там есть конечно будет человек который подпишет как ответственность за пожарную безопасность да но если вы это запроектировали под своим штампом выпустили то ответственность на вас лежит да не дай бог там что-то где-то случится и кто-то не сможет выбежать закрыть открыть дверь нужную да все знают что бывает в таких случаях поэтому в общественных помещениях это крайне важно и здесь тоже сразу ну любой дизайнер должен об этом помнить что это нужно учитывать дальше следующий момент это еще не все там много-много да всяких нюансов значит следующий момент это норма освещенности это просто то что может просто колоссально испортить или вытянуть любой проект потому что освещение важно не только с точки зрения ну прохождения экспертизы да потому что такая экспертиза тоже есть на норм освещенности приходят люди с специальным прибором проверяют где сколько у нас там люкс и люмин и все это считать вот а и не только да экспертиза важно важно еще то как будут выглядеть интерьеры как люди себя в нем будут чувствовать и это все влияет тоже на продажи на производительность труда то есть люди в интерьере создаваемым нами для общественного пространства они либо работают либо совершают покупки либо там что-то да ну то есть это какая-то какое-то действие которое ну то есть это не в дом где они ничего они принимают решение больше я хочу сказать и от того какое решение они принимают в нашем интерьере зависит прибыль нашего заказчика да то есть если это магазин то пришел человек если ему нравится там освещение ему комфортно вот допустим мне недавно звонила моя клиентка она сейчас в срочном порядке открывать книжный магазин она не имеет возможности сейчас обратиться ко мне за проект но звонила просто консультации я конечно ей консультацию оказала она звонила и спрашивала вот я делала книжный магазин мне что-то там не считали там какую-то освещенность вот я что-то сомневаюсь я ей чуть-чуть помогла с этим вопросом ну смотрите книжный магазин да это напрямую я говорю это очень нужно внимательно все смотреть потому что человек читает как бы на книге да смотришь что там вообще написано и если ему сложно глаза болят он скорее всего уйдет и не будет выискивать долго то что ему нужно потому что ну в книжном магазине это просто мега ваза и в магазине белья точно так же под каким плохим тусклым светом там это белье или купальник он просто вам не покажется привлекательным вообще никак потому что все все белье не наденешь на манекен да и как бы показать его там во всей красе вам нужно просто вот так вот это увидеть и увидеть в лучшем свете вот и это сложно и сейчас вот мы работаем над шоурумом для компании юнг на артплей юнг это электроустановка выключатель розетки если знаете вот и мы делаем шоурум и там тоже вот эти моменты освещения они просто имеют колоссальное значение потому что мы показываем товар и уж насколько мы подробно прорабатывали угол освещенности ценирование управление с помощью системы у меня дом там просто настолько это технически вы даже не представляете себе какие у меня там познания расширились в эту техническую сторону при работе над этим проектом вот потому что все это тоже очень важно вот следующий момент который мы учитываем при проектировании общественных зон это акустика акустические решения для офисов для при выборе отделочных материалов мы обязательно этим должны руководствоваться потому что допустим если мы делаем офис в любом офисе есть переговорные то есть мы сделаем все полностью из стекла и там потолок какой-нибудь ну такой это все будет звенить допустим пол в плитке везде все стены стеклянные и какой-нибудь потолок еще там да глянцевый не знаю будет ну не знаю там стеклянных каких-то панелей да будет звук очень неприятный находиться там будет плохо то есть нужно учитывать во-первых звукопоглощающие способности материала да чтобы хорошую акустику создать в помещении и во-вторых нужно учитывать звукоизоляцию да потому что если переговорные люди сидят под дверью допустим что-то слышат это провал для клиента это будет очень ну плохо да существенно повлиять вы можете там как дизайнер сказать давайте сейчас модные стеклянные перегородки без равной стекле не сделаем а потом окажется что это его какой-нибудь кабинет и у него там помощница слышит все о чем он говорит ну и так далее то есть все эти нюансы вот по акустике по звуку очень нужно тоже учитывать вот напишите мне пожалуйста в чат шестерку кто услышал для себя что-то новое вот из того что я перечислила что вы об этом раньше в своей работе не особенно задумывались да в своих проектах вот что-то из этого было для вас новым вот я еще не все перечисла там есть еще рекламная продукция допустим да то есть тоже размещение элементов фирменного стиля в интерьере у меня в проекте есть специальный раздел который он прямо у меня включен даже в состав проекта есть такой раздел это приложение ага татьяна евгений я хочу на конференцию вот евгений очень рад мы вас ждем кстати сегодня еще можно успеть купить билет по выгодной цене завтра она вырастет я так понимаю поэтому поэтому это получается что пару часов осталось да у людей чтобы это сделать ну серьезно у меня так вебинар попал в общем у вас осталось пару часов идите покупайте билет прямо сейчас зарезервируйте его там я так понимаю там как то можно его забронировать а Евгений обещал разыграть билет вроде разыгрывали билет в комментариях только что я только что разыграл участвую в комментариях в инстаграм участвует да потому что прямо сейчас да ну я же читаю вебинар и не хочу чтобы они шли после вебинара идите все к Евгению в комментарии вот может быть удастся попасть так вот но в любом случае приходите потому что забронируйте билет потому что забронируйте да просто зайдите и забронируйте потом будете уже там думать вы выиграли вы его или как то денег на него все таки отложили зарезервировали потому что ну я даже не представляю то есть ценность но она не соизмерима там спикеры будут которые просто за эти деньги вообще бы нигде не заступили вот и ну в принципе я ну не так много эти люди вообще делятся информацией я сейчас об этом тоже поговорю давайте я про рекламные материалы расскажу есть такой у меня раздел в проекте который называется приложение номер 2 к дизайн проекту номер 1 я даже не помню спецификация по моему приложение номер 2 это сейчас проект размещение элементов фирменного стиля в интерьере то есть там получается что у меня там разработаны ну у меня на визуализации есть рекламные конструкции да там видно где висит логотип компании где лежат раздачные материалы где находятся плакаты где висят телевизоры с какой-то корпоративной тематикой да то что на них крутится ролики там еще что-то продающие все это мы обсуждаем с отделом маркетинга и составляем как бы план размещения этих материалов то есть на нашем плане расстановки мебели мы помечаем здесь вот такая-то рекламная конструкция здесь такая-то здесь панно здесь световой короб здесь вывеска здесь логотип и так далее вот мы это все делаем на плане и дальше мы пишем изделие номер один допустим такое-то и я показываю его габаритные размеры и тот материал из которого оно выполнено и показываю визуализацию как оно выглядит у меня в интерьере я не разрабатываю конструктив этого изделия да я прихожу для этого к рекламщикам но рекламщикам я высылаю вот это приложение своего проекта и это ну я считаю это мое такое преимущество в моей работе потому что я когда клиентам это показываю им это всегда очень нравится они понимают что у нас целостный подход потому что любое общественное абсолютно любое общественное заведение без рекламных материалов это вообще просто ноль то есть если вы сделали проект если вы этого не учли то потом придут рекламщики сделают все так как они сами хотят и вот я вам очень советую если вы планируете что-то такое начинать да можете разработать свою версию у нас будет компания вимотек проводить мастер-класс они будут рассказывать на конференции как раз я не помню какой первый день они будут рассказывать про навигацию да потому что навигация это тоже отдельная такая часть которая очень важна в любой компании как люди идут и как выглядят все эти таблички из чего они могут быть сделаны вы не представляете насколько вот эти рекламные материалы влияют на имидж компании просто вот реально так кажется что это какая-то второстепенная ерунда которую потом кто-нибудь придет сделать заказчик сам закажет это просто огромную важность колоссальную имеет вот поэтому когда я прихожу с этим пониманием клиенту и я им об этом говорю что вот ну мы сделаем вот так вот так вот так и я уже изучила рынок этих материалов я не берусь за проектирование этих конструкций никогда потому что это огромный геморрой и я предпочитаю чтобы это делали профессионалы которые рекламно-производственные компании которые именно производят это вот поэтому у нас там будет компания вимотек у них там будет даже свой специальный уголок где будут продемонстрированы все их материалы вот и у них был огромный диапазон можно будет все это пощупать потрогать познакомиться как все это сделано как все это работает и выглядит вот вот и ну я прям впечатлилась они приезжали ко мне в офис с презентацией да и я у них там все эти образцы отжала и говорю оставьте мне пожалуйста мне это очень нужно вот потому что там какие-то пленки и прочее и даже кстати если вы жилье делаете вам все равно это может пригодиться когда-то потому что я сейчас например делаю такую звезду смерти на всю стену ну знаете да звезду смерти в общем на всю стену такое огромное изображение детской комнате вот я это делаю с помощью рекламных материалов потому что делать это каким-то ну такими ну в общем это удобно и очень часто эти материалы мы не воспринимаем как какой-то эффективный отделочный материал на самом деле это очень круто там фотообои любые можно печатать и какие-то универсальные вещи сделать то есть это вообще для общего развития очень сильно пригодится а звезда смерти ну посмотрите star wars вы поймете о чем речь звучит не по-детски ну да наверно вот а да вчера были мы в офисе буду делать звукоизоляционные стены в вокальной студии круто татьяна в вокальной студии я такого еще не делала это потрясающе вот кстати за что я обожаю общественные проекты за то что я раньше такого не делала каждый раз приходит компания и я каждый раз просто в восторге я не буду сейчас останавливаться а то у меня вебинар на три часа затянется на своей работе для каустрофобии да какой то был просто волшебный мир кто из вас квест играл в каустрофобию напишите мне троечку в чат вот я строил для них самолет пещеру проектировал тюрьму которая должна была в сочи быть детский квест машина времени мы делали с ними и две приемные зоны для этих игровых комнат а еще подводную лодку и это было потрясающе это было просто у меня сотрудники приходили когда на собеседование в моей компании я помню у меня там девочка пришла одна я в первый день ей говорю ну поехали со мной сейчас поедем новый объект смотреть и мы приезжаем и начинаем в квест играть и она просто такая я говорю вот это наша работа мы должны поиграть там в 30 квестов чтобы понять как все это работает и построить свои вот я была просто в восторге что никто из вас кустрофобии не играл вы что прикалываетесь квесты в реальности нет никто не проходил ну в общем сейчас это уже такая штука она немножко уходит мода но я что хочу сказать что общественные проекты это всегда какая-то потрясающая новая история у меня были клиенты там например аренды игровых автоматов да которые сдают в аренду компания которая продает запчасти для самолетов и занимается обслуживанием этих самолетов в Риге мы проектировали для них там офис и ангары там для самолетов то есть ну реально ангар для самолетов представляете к вам придут и не знаю как бы вообще этой специфики но тем не менее мы это делали и ну нас консультировали их специалисты это было просто потрясающе когда можно этому научиться всему для юнга сейчас этот проект потрясающе интересный потому что я про умный дом узнала просто в 10 раз больше чем раньше на всех своих жилых домах где у меня был умный дом то есть для юнга это просто что-то невероятное там такие инженеры работают просто голова кипит от одного с ними разговора вот а потом что мне еще интересно было ну например ну нет это скорее жилье компания которая занимается штриховым кодированием сейчас мы достроили офис представляете то есть приходишь в компанию и они тебе не сразу могут объяснить чем они вообще занимаются вот то есть это такое достаточно ну интересная специфика вот мы делали административный бытовой корпус ну то есть офис грубо говоря для хлебзавода вот тоже потрясающе интересно причем хлебзавод не российский а европейский он находится в Егорьевске но сама компания западная и вот эта работа с иностранцами это тоже очень-очень интересно там были финны технадзор и они не говорили практически по-русски и это тоже был огромный огромный рост вот у нас был уже с испанцами с финнами вот опыт работы ну с латвии соответственно и где в будапеште еще это в венгрии вот то есть работать с иностранными компаниями это вообще кайф то есть мы начинаем просто ввязываемся и там уже просто полный восторг и куча всяких инсайтов ну иногда конечно какие-то ситуации были и сложные да не скрою что ничего такого легкого в этом нет особенно что касается сроков да напишите пожалуйста в чат двойку кто считает что сроки это не ваша сильная сторона вот не вот давайте сколько у нас 30 человек в чате все такие молодцы прям все вовремя да класс завидую вам вот я могу сказать что сроки не моя сильная сторона но на моих объектах на общественных я научилась работать так что ну как бы я я нашла для себя те пути которые мне помогают да то есть это во многом мне делегирование помогает конечно да я на этом некоторым образом специализируется пишу книгу вот и я понимаю что на общественных объектах я просто заканилась вот в плане умения выдерживать сроки да и ну потому что там никуда просто не денешься вот вот такие дела а значит что еще могу я вам рассказать может быть у вас есть какие то вопросы давайте сейчас ненадолго отвлечемся от моего рассказа и послушаем ваши вопросы уже я сейчас еще немножко вернусь к конференции расскажу да ну что у нас будет какие какие лекции я считаю вот самыми интересными да ну это я лично со своей только точки зрения могу сказать я очень жду выступления бюро арх плюс это Екатерина Калинина Максим Иванченко и Михаил Мыц они будут все вместе рассказывать про эффективный офис с площадью более тысячи метров это как раз то чем я занимаюсь и что для меня будет очень интересно для вас я думаю для тех кто занимается в большей степени жильем я думаю что потрясающе будут полезны выступления Анны Симоновой и Любови Сафроновой которые вот Любовь Сафронова в свое время просто своим выступлением некоторым образом перевернула мой бизнес то есть я просто ну открывая свою студию я руководствовалась просто конспектом ее выступления да и во многом она ну как бы ее выступление мне именно подсказало те решения которые в дальнейшем он выключился что происходит все нормально потому что это выключилось он погас я ничего не трогала а все работает что это было нормально у меня зарядка подключена нет у меня еще есть зарядка так все исчезает напишите пожалуйста слышно меня ключик поставьте а то тут исчезла связь на секунду все погасло слышно плюсик плюсик а вот жду плюсики есть отлично спасибо вот я вам показываю да вот сайт открыла и смотрю кто выступает вот олеся богманян очень важный человек с точки зрения офисного рынка она руководит ассоциации хозяйственных менеджеров да то есть ну именно занимается объединяет людей которые занимаются административно хозяйственной частью в офисах и это тот человек который знает откуда берутся заказы в нашей сфере да то есть вот ее нужно очень внимательно послушать чем она поделится и что она сможет нам рассказать вот так сейчас я еще открою где у нас тут какие то еще открываются штуки вот евгений скрипник будет рассказывать как раз про умный дом вот он как раз с юнгом сотрудничает и тоже будет очень интересно вот именно один из тех инженеров гениальных с которыми мы работаем на этом объекте вот и вот она Евгения Чернышова которая будет участвовать в открытой дискуссии вот со мной и я думаю что это будет ну такая кульминация нашей нашего мероприятия потому что мы сможем как раз раскрыть вот эту основную мысль да что как как нам ну уже опытным профессионалам в сфере жилых проектов да как нам зайти вообще на этот рынок вот поставьте пожалуйста тройку в чат кому вот захотелось прям на этот рынок попасть и тоже себя попробовать может быть я что-то сейчас рассказала вот хочется вам да вот в начале было несколько там положительных ответов да кто хочет заниматься общественными интерьерами поставьте троечку кого я чуть-чуть подтянула замотивировала потому что ну для меня это я даже немножко так это скрипя сердце делюсь потому что для меня это самое любимое в моей работе это то самое главное как по какой почему я все еще занимаюсь всем этим и продолжаю развиваться потому что ну потрясающе интересно над всем этим работать отлично благодарю за обратную связь все пропустил мы хочу запись будет запись есть она ведется я думаю что мы можем ее наверное выложить да мы можем запись для тех кто все пропустил кто позже подключился я рассказываю сегодня про свою работу над общественными интерьерами и о том зачем я всем этим занимаюсь вот если хотите можете сейчас задать мне вопрос потому что ну на конференции тоже вы можете подойти задать вопрос но сейчас у нас немножко другая тема для беседы была вот я не буду на конференции рассказывать то что я рассказывала сегодня я буду говорить про другое я буду говорить про крупные компании про специфику работы и вот про ну те навыки да вот эту тему мы затронем сегодня да что что нужно знать вопросов у вас нет никаких да а можете мне вот написать еще а вот есть вопрос да недавно подключилась как долго я занимаюсь смотрите сейчас я подумаю когда у меня были вот эти объекты первое сколько дочке дочке нет ну что это раньше гораздо офис это стоит даже не первый мой офис ну где-то лет пять пять шесть вот так вот то есть я занимаюсь в целом в профессии я двенадцать лет то есть я там пошла учиться и пошла параллельно работать помощником архитектора и дальше уже через полтора года я работала самостоятельным архитектором то на разные компании то на разных людей на клиентов и где-то ну из этих двенадцати последние пять лет я плотно занимаюсь общественными интерьерами и сейчас я могу сказать что я уже ну на этом рынке я есть скажем так то есть я выхожу и могу участвовать в тендерах могу как-то себя заявлять вот и я хотела еще сказать что что вот следующий момент про наших клиентов очень важно это то что вы можете зайти на сайт компании вот наших спикеров да у них у всех есть сайты они такие крутые мы заходим у меня он самой аж это сердце начинает биться чаще когда я вижу все эти проекты которые они строят они на огромные здания гигантские компании это там компании там ну различные с мировыми именами там какие-то nike huawei там ну и так далее но огромные да вот такие потрясающие хотя я тоже работала с серьезными компаниями но я понимаю что я-то маленькая я же не сама там генопроектировщик геноподрядчик да была вот хотя решение были мои аэр был мой и так далее вот и когда я захожу на эти сайты вижу вот это все то я понимаю что кроме этих крупных компаний есть еще огромное количество просто компаний и они мы с вами сталкиваемся с ними каждый день вот я поняла в какой-то момент что мои клиенты у всех все мои клиенты практически это люди бизнеса которые свой бизнес выстраивают да и они являются его владельцами и он зачастую не такой огромный да то есть мои клиенты по жилью это не владельцы huawei да явно и там не райфайзенбанк и ну то есть это уровень людей которые ну примерно такие же как я бизнесмены может быть ну все-таки чуть покрупнее то есть это малый бизнес и средний бизнес и для таких компаний как правило не нужно не нужно такое проектное бюро огромное да с большим оборотом с большой стоимостью там и так далее вот и когда вы будете сомневаться в своих силах на рынке коммерческой недвижимости выйдите просто из дома и пройдите в любой торговый центр пройдите в любой бизнес-центр вот любой возле дома не в тот который там я не знаю в сити да в москва-сити а просто в обычный где люди каждый день работают и вы поймете что все это ваши клиенты все эти люди все эти небольшие компании например все вот там по аренде игровых автоматов допустим да в каком-то ангаре они там сняли гараж я строила мотомастерскую да то есть тоже гараж какой-то непонятный то есть какой-то ангар явно они не пойдут каким-то компаниям они ищут по знакомству да вот и просто вспомните обо всех этих людях что для их бизнеса тоже очень нужен дизайнер который все это учтет который сделает им не только красиво но и грамотно и поможет им заработать деньги потому что у них нет необходимости нанимать крупную компанию у них нет такой возможности это просто не целесообразно но специалистам все-таки нужен если вы умеете продать свою ценность объяснить ее то у вас очень скоро выстроится очередь потому что на этом рынке как я считаю специалистов не хватает потому что есть крупные да мастодонты которые берут все там крупные крутые тендеры там огромные такие там по пять тысяч метров офисы да и так далее это все замечательно это отдельный узкий рынок и с этим рынком мы с вами познакомимся на конференции но вот еще раз говорю да есть и другие есть и те которые те же клиенты с которыми вы работаете вот подумайте о своих клиентах жилых и подумайте об их бизнесе и вот напишите в чат единичку кто считает что вспомните да чем ваши клиенты занимаются что вы теоретически могли бы для них сделать офис что он им теоретически может понадобиться ваши услуги а вы могли бы им с этим помочь вот напишите единичку если вы такую ситуацию себе представляете потому что у меня например очень много клиентов по жилью которые вот именно такой средний и малый бизнес имеют владеют им так перейдем к следующим вопросам есть не секрет из чего стоимость дизайнерских услуг складывается в общественных интерьеров да вот это очень важный вопрос с удовольствием на него отвечу и наверное на конференции не буду его затрагивать может быть а может быть и буду посмотрим если спросят то отвечу значит смотрите из чего складывается у меня я пришла к тому что стоимость складывается также из метража но есть две цифры одна цифра это дизайнерские зоны ну это у нас так называется дизайнерские зоны и рабочие зоны дизайнерские зоны это все зоны где нужен индивидуальный дизайн и визуализация то есть помимо того что мы туда подбираем отделочные материалы делаем полную рабочку кроме этого мы еще делаем визуализацию и как-то ее особо разрабатываем эту зону там допустим дизайнерские зоны как правило входит зона ресепшн зона лобби зона все переговорные кабинет руководителя как правило это санузел если там допустим не знаю пять санузлов мы делаем один как дизайнерскую зону а все остальное мы считаем как рабочую потому что мы повторяем эти решения если мы делаем одинаковое помещение мы не берем отдельно то есть мы считаем один дальше мы берем зоны допустим сейчас подумаем еще что это может быть кабинет допустим обычный рабочий кабинет мы делаем дизуализацию одного кабинета а все остальные делаем по его примеру то есть поняли да как считается площадь все остальные рабочие зоны мы берем там ну где-то в два раза ниже стоимость то есть потому что там не такая ну проработка материалов она попроще да мы допустим подобрали там два типа коврового покрытия например вот там для светлые и темные и там на все на все этажи его кладем ну это я условно говорю да утрелю конечно есть такие офисы как вот сейчас я работаю над офисом там каждая зона является дизайнерской там нет ни одного уголка там есть малюченькая комната которая называется комната переводчика при большой переговорной при конференц-зале малюченькая да она же серверная вот пожалуй в ней я не подбираю никакие материалы и какие-то особые светильники все остальное это полностью индивидуальная работа которая каждый из этих уголков требует особого подхода и визуализации вот там и кухни и зоны ожидания для вип-гостей и приемные акционеров и кабинеты и коридоры и все 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 это ну сам конференц-зал зона лаунж то есть все это требует каких-то таких моментов вот так по метражу понятно вопрос как вы познакомились евгений я пришла на его тренинг полтора года назад я проходила тренинг быстрые деньги в дизайне интерьера отличный был тренинг очень меня продвинул вот с тех пор я познакомилась на не только с евгением но и с огромным количеством еще коллег с которыми до сих пор общаюсь дружу и многие из них являются в союзе моими тоже друзьями коллегами и у нас там тоже много всего интересного происходит в союзе дизайнеров и архитекторов вот кому интересно на конференции тоже можно подойти и мы вам подробнее про это расскажем как вам удается совмещать такую увлеченность в профессии и семейную жизнь смотрите какой момент Юлия вот я недавно на самом деле такой вопрос ну достаточно остро да стоящий я думаю у многих из нас давайте сейчас меня поддержите кто поставит шестерочку у кого есть вопрос как же мне черт возьми удается совмещать семейную жизнь с увлеченностью работы да как говорит Евгения читайте об этом в моей книге никак вот ну нет на самом деле мне еще в последнее время вот я услышала такую шутку да что действительно почему мужчины не спрашивают как вам удается совмещать роль мужчины и бизнесмена да ну как бы чаще женщинам этот вопрос почему-то адресуются да никак никак я совмещаю я просто человек я считаю что он просто в моей системе ценностей работа является очень важной да мне очень важно чтобы и мой супруг занимался тем что он любит чтобы я занимался тем что я люблю а дальше все остальное как-то само получается а еще я не делаю работу по дому вот мой секрет ничего не делаю по дому не готовлю вот так я вместо этого занимаюсь домами квартирами объектами вот меня все устраивает как я получил свой первый заказ альбина я не знаю интересует ли вас вопрос как я получила заказ общественный свой первый я сегодня об этом рассказывала может быть вас не было через знакомых которые мне порекомендовали как я получила заказ свой жилой первый я так именно свой заказ да значит сначала я работала помощником архитектора потом я пошла работать потом наступил кризис она не смогла себе позволить больше меня нанимать я ушла работать какие-то печи и камины на полтора месяца и потом вот я попала потом ну я продолжала искать работу там просто перекантовалась в 2008 году когда был кризис и потом пошла в строительную компанию там я проработала два с половиной года в строительной компании я была единственным архитектором это был ужас и кошмар у меня было там 12 объектов одновременно параллельно вот если я не знаю есть ли у кого-то из вас сейчас 12 объектов параллельно но это ужас и кошмар вот и на этой работе я потрясающе научилась и натаскалась и вообще чего я только не могла после этой работы могла все и когда я хлопнула дверью я оттуда ушла и сказала что все хватит мне так грузить с какой-то смешной зарплаты еще сидела я сказала что все я больше не могу я ухожу и за мной ушли два клиента то есть они не ушли из компании но тот дизайнер который взяли вместе у меня она их не устроила просто и они через там две недели объявились и позвонили мне и предложили мне такие условия что я работа на этих двух объектах зарабатывала в два в полтора раза точно больше чем работая на 12 одновременно вот то есть можно сказать что я их увела но я же не специально да я просто уволилась и когда мне позвонили как бы строительная компания это продолжала на них работать все в порядке просто дизайнер теперь был внешний в принципе поскольку объекты были уже на стадии частовой отделки это всех устроил на тот момент решения вот потому что клиенты сами не сговаривались вот так решили вот так я получила свой первый заказ как бы дистанционные участие организованы елена смотрите у нас на конференции всегда есть видео трансляции будут ну просто ссылки для доступа и точно так же вы как и любой человек в зале сможете сидеть и присутствовать и так же вы сможете написать если что-то не работает да будет работать техподдержка которая будет ну помогать да если какие-то технические проблемы возникают на прошлой конференции по хорике по отзывам у нас был отличный звук все было замечательно фут 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 я не знаю как сейчас я надеюсь что все будет тоже хорошо но есть помимо трансляции будет обязательно еще и запись вот поэтому ну если вы там да посмотрите там в составе на сайте конференции зайдите посмотрите повнимательнее вот и в принципе участие дистанционное тоже если у вас хватит терпения перед компьютером сидеть хотя у вас будет преимущество у вас будет удобный диванчик или где вы там будете находиться да еда под рукой и все такое но у вас не будет вдохновляющего окружения которое будет у нас там вот мы будем только виртуально с вами смотрите еще по поводу конференции хочу всем вернуть тут свой любимый совет который я всегда озвучиваю со сцены я очень рада что я снова выступаю первой потому что я обязательно об этом скажу люди записывайте все возьмите блокнот и пишите просто все лекции даже если вам кажется что они вам не пригодятся потому что у меня было так с первой конференции я записала лекцию ну приведу один пример да это Анна Подячева рассказывала о том как участвовать в выставке я на тот момент у меня ни компании два заказа какие-то квартиры маленькие без авторского надзора компании у меня нет офис у меня нет у меня ребенок восемь месяцев по-моему на тот момент или что-то типа около года что ли да короче даже года я не была вот и у меня не было вообще никаких предпосылок потому что я буду участвовать в выставке ну вот там со стендом да как бы что моя компания будет себя позиционер мне нет никакой компании и вообще я понимаю что огромные деньги мне это нафиг не нужно я сидел записывал поскольку я ботаник мне понадобилась эта информация спустя девять месяцев прошло после конференции там девять или десять месяцев когда даже десять наверное мы пришли у нас у меня уже было бюро и я просто открыла конспект и стала по нему готовиться представляете десять месяцев прошло и это реально была бесценная информация которую я не могу нигде взять да то есть никто не поделится со мной тем что допустим нужно на стенде пленкой на ночь заворачивать там свои ценные вещи чтобы их не украли или как там обувь так подобрать чтобы весь день стоять красиво на каблуках но при этом там чтобы не умереть что там как есть как по очереди там ходить как работать с клиентами как получить преимущество перед другими экспонентами это просто потрясающая информация которая вообще вот она была просто выжимка того вот самого полезного и на каждой конференции всегда есть такие выступления они для вас вы никогда не узнаете когда они выстрелят когда они вам понадобятся поэтому если вы заплатили за билет если вы потратили свое время вложили потому что самое главное ну я думаю там стоимость билета она такая достаточно условная да просто чтобы ценность для людей была да то есть это не цель там да какая-то огромная да у нас на бизнес-конференцию допустим билет это гораздо дороже стоит а здесь стоимость условная самое главное ваше вложение это время вы приходите все выходные вкладываете в то что вы ну на свое развитие да тратите эти выходные вы сидите и работаете на будущее и вот от того насколько хорошо вы это отработаете не просто придете послушайте и дальше там пошли мой как прикольно а вы все запишите вот именно просто пропустить через руку это мой любимый совет у меня всегда работает я в восторге от того как я реально пользуюсь конспектами у меня с каждой конференции вот этот блокнот он всегда у меня под рукой и используется как вы все успеваете я нифига не успеваю Елена у меня один ответ на этот вопрос делегирование все я успеваю я стала что-то успевать только тогда когда начала нанимать людей и ими управлять эффективно сразу не получалось эффективно сначала получалось так себе на тройку вот а потом стало получаться все лучше и лучше и теперь я что-то успеваю вот поэтому я сейчас пишу об этом книгу для вас для коллег если вы ничего не успеваете потому что это единственный способ для меня на данный момент никакой тайм менеджмент работан с собой на сутки 24 часа если мы хотим сделать много интересных проектов но это просто нам нужно не спать не есть не видеть детей и ну какой в этом смысл единственный способ это организовать других сбоит интернет последние 30 минут все прослушала останется запись в семье запись останется под карандаш взяли отлично замечательно так есть ли промокод есть ли промокод у Евгении есть промокод что надо сделать чтобы Евгений дал вам промокод я не знаю да смотрите на самом деле промокод это то что у нас последний час или сколько там сейчас 9 а нет 3 часа в 12 закончится стоимость которая сейчас висит на сайте конференции да она у нас перейдет в другую плоскость вот вам и весь промокод собственно идите и бронируйте сразу я так понимаю что если забронировать то можно да Евгений останется стоимость если билет забронирует если это технически это позволит я не знаю кто-нибудь подработает ну не знаю можно забронировать стоимость но это не точно вот так вам скажу позвоните в техподдержку там есть телефон на сайте тут пишет красавчик помоги подлизывайся давай сделай что-нибудь а Kai ой пришла Ольга Руденко Оля я про тебя рассказывал самое начале мне кажется тебя не было я рассказывала про тебя как про специалист которая улетặt работать с компаниями и позиционировать тебя как компания и вызывать доверие вот рассказывал про вот если у у вас есть технические вопросы организационные да Оля привет тебе большой про тебя говорили может и если у вас есть какие-то организационные технические вопросы Вы тоже можете сейчас задать, потому что по общественным интерьерам, в принципе, наверное, все закончили, на сегодня проговорили. Приходите, пообщаемся, и я с удовольствием пообщаюсь с каждым из вас лично. Просто подойдите ко мне и поговорите, потому что моя основная цель на таких мероприятиях – это познакомиться с как можно большим количеством интересных людей, чтобы мы были полезны друг другу и дальше как-то друг другу помогали и поддерживали, обменивались чем-то и так далее. То есть я прям каждый раз в восторге от того, сколько я встречаю там людей, интересно. Поэтому обязательно нужно не только там слушать и записывать, но и вообще оглянуться по сторонам, кто вокруг вас, потому что это и есть ваше сильное ресурсное окружение. У меня тоже как пошло с этого тренинга, с этих конференций, так у меня сразу все окружение обновилось, и появились люди, которым есть чему меня научить. Это очень круто. Все, у вас нет вопросов? Тогда я с вами прощаюсь. Я вас благодарю за внимание. Целых полтора часа мы с вами проговорили. Надеюсь, что-то полезное вы для себя вынесли. И увидимся тогда в выходные с теми, кто придет. Я буду рада вас увидеть. Все, всем пока. Сейчас там люди мне что-то еще будут писать. Ну ладно, я отключусь, я сейчас здесь посижу. И вам тоже спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что что-нибудь было полезным. Приходите обязательно, онлайн, оффлайн. Мероприятие будет интересное. Вдохновляюсь. Да, еще не то. Спасибо вам большое. Очень приятно. Всем хорошего вечера. Я отключаюсь, еще потом посижу, почитаю ваши комментарии. Все, всем пока, до встречи. Так. 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 Продолжение следует...